здравый смысл доброе утро в эфире программа здравый смысл у микрофона надежда ничанова сегодня у нас в студии гость валерий мухамединов мастер спорта международного класса по жиму штанги лежа чемпион европы по жиму штанги лежа и становые тяги привет доброе утро валерий тема сегодня как раз таки пойдет о спорте о тренировках в зале а физкультуре о том что сегодня это модно популярно и как же себя мотивировать то есть мотивация в тренировках это важные процессы зачастую люди которые дело начинают им не хватает какой-то видимо внутренней мотивации и хотела бы я услышать здесь твою историю как начинал ты почему и что помогает тебе достигать результатов начинал заниматься не так давно буквально 2013-2014 года первоначально цель тренировок моих было набрать вес я весил килограмм семьдесят дару на ручку меньше друзья вы не поверите обязательно зайдите на наш сайт там будет видео видео нашей записи и вы удивитесь что этот человек он явно весит сейчас не 70 килограмм разница килограмм сорок больше больше 40 килограмм а за сколько можно набрать такой вес без подрыва здоровья ну данный момент как бы я выступающий спортсмен и на здоровье это сказывается а так в принципе как бы ну 5-10 лет все-таки кому как вот пришел я в зал с целью набрать вес до вернемся к истории это была старая подвальная качалка города советска мой буквально через полгода я уже весил 90 килограмм и жал 180 килограмм приседал за 200 и тянул за 200 то есть немножко начал расти а из чего строился твой тренировочный процесс не знаю ты жил в зале или как три раза в неделю тренировки буквально ел все просто все то есть коррекции питания не было на тот момент организм реагировал хорошо но всего возраста на все возрастом не было 24 года вот и на тот момент работал в авиалесохране то есть каждый год на 6-8 месяцев уезжал в командировки приезжал обратно похудевший килограмм на 8 10 и начинал заново и все начинал заново и в пятнадцатом году решил уже что надо прекращать заниматься ну как сказать ерундой спорт затянул в то время и поэтому для меня уже эти командировки стали мешать процессу уволился и перешел работать уже чисто тренером и заниматься в зале соответственно выступать по бодибилдингу первые опыты это пятнадцатый шестнадцатый года и потом уже с восемнадцатого года пауэрлифтинг расскажи что двигает тебя к цели вот тогда ты начинал твоя цель была понятна да набор веса сейчас это уже неотъемлемая часть моей жизни просто стола это образ жизни просто я не зациклен конечно на этих тренировках да на зале то есть я не живу там я также отдыхаю хожу валерий а не хотелось ли никогда вернуться к прежнему образу жизни забросить тренировки жить так на лайте если честно не задумывался насчет этого я говорю это часть уже жизни стал это образ жизни то есть то есть я получаю от этого удовольствие уже то есть андорфины все-таки зависимость тела от нагрузок она все-таки плюс отражение в зеркале все-таки тоже влияет да то есть ты сильно изменился ты себе нравишься больше как тут сказать ну то есть придало ли это тебе уверенности какой-то в себе я в принципе всегда был уверен в себе да то есть я до этого тоже занимался боксом и в плане уверенности ну самооценка более-менее была и сейчас как бы не хуже точно то есть это никак не повлияло на твое мышление вот на мышление не поменяла поменяла как это выразиться то что измена что пришло в твою жизнь с приходом вот постоянного спорта может быть окружение это новые знакомства до новые знакомства окружение соответственно то есть те люди с которыми общался до этого уже немножко отошли на задний план то есть сейчас все равно эта сфера больше спорта сфера бодибилдинга сфера пауэрлифтинга а вот те люди которые приходят к тебе на тренировки да там спортзал у них ведь тоже достаточно сложная система мотивации ну я хочу сказать что первое время люди воодушевлены у них есть какая-то цель но не в виде каких-то может быть быстрых результатов происходит откаты назад кто-то банально съезжает с тренировок расскажи здесь знаком ли тебе такой процесс да так как я работаю тренером я там зачастую сталкиваюсь с такой проблемой то есть люди приходят загораются то есть и по человеку видно что ну месяц два проходит они бросают видно ты сразу видишь а почему уж как он ведет себя с чего ему не хватает очень сильно загораются на первоначальном этапе они перегорают просто кто более-менее спокойно к этому подходит да они поставили цель у них есть мотивация определенная они потихоньку работают 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 а кто приходит все я все я буду ходить обязательно сто процентов там и с итогом времени там проходит пару месяцев они не видят результата того результата которого ждут и потихоньку забрасывают плюс все-таки это тяжело то есть постоянные тренировки режим питания в принципе режим да получается какой совет какую рекомендацию здесь даже начинающим новичкам или тех или тем кто снова хочет вернуться в тренировочный процесс то есть первоначально надо поставить перед собой цель определенную цель достижимую например то есть я хочу набрать либо похудеть на столько-то килограмм да то есть соответственно и дать определенный срок и до этого срока работать если мы этого достигли результата соответственно ставить перед собой уже новую цель и работать дальше а помогает ли тренер правильно поставить цель может быть скорректировать эту цель в сроках или в тех же цифрах само собой конечно да то есть там чтобы не было такого что я хочу там за две недели скинуть 10 килограмм мне приходят и говорят мне надо за месяц 20 килограмм скинуть при этом человек весит килограмм 80 но это стресс для организма это очень большой стресс да согласен пагубно для здоровья что ты говоришь в этом случае то есть как как здесь быть как избавиться от 20 килограмм человеку говоришь что ну 20 килограмм да если ты хочешь нарушить здоровье ну то есть будут какие-то последствия если мы за такой промежуток времени скинем меня 20 килограмм все таки со здоровьем могут возникать проблемы какие-то поэтому эти 20 скилограммseen Assistance но все таки за более длительный промежуток времени все потихоньку плавно без последствий для здоровья и потихонечку начинаем работать может прийти два три четыре месяца 5 до соответственно вес даже может отчасти не поменяться то есть но визуально отражение в зеркале же будет совсем другое может быть какие-то советы ты даешь чтобы человек там допустим месяц занимавшись не бросил это вот что ему нужно какие советы первоначально это все-таки до отражение в зеркале это человек приходит который похудеть их очень радует когда одежда начинает на них висеть то есть делаем замеры постоянно каждый первоначальный перевод это две-три недели и корректируем исходя из этого питания соответственно если это идет все на убыль то их это мотивирует дальше они продолжают работать если начинают стопориться даже бывают слезы и тут поддержка это наверное женщины девушки но девушки вообще сейчас очень сильно мне кажется зациклены на этой теме да об этом тоже мне хотелось бы поговорить и на мой взгляд и не знаю может быть ты сейчас опровергнешь мою точку зрения или подтвердишь большая часть девушек которые приходят и достаточно целенаправленно занимаются фигурой у них немножечко неуверенность себя присутствует они довольны своим телом своей внешностью своим отражением в большей степени да но бывало встречал людей которые приходят ну килограмм 30-40 лишних и они они приходят я худая я красивая я довольна собой мне только скинуть водичку и можно на сцену выходить но у них наверное результаты лучше мне так кажется они больше не ходят они не ходят они довольны собой настолько они довольны собой но то есть неуверенность себе все-таки это такая зона роста для развития правильно до развития собственного по идее все равно каждый человек чем-то недоволен да то есть и нужно стремиться к лучшему а что ты посоветуешь таким девушкам у которых начинаются слезы у которых которых не получается достигать их результатов которых было заявлено изначально ну нужно брать все-таки в руки да то есть если мы поставили цель нужно достигать ее не нужно бросать на полпути соответственно это нас учили еще с детства то есть начал что-то делать доделываю но тут опять же мне кажется очень важен баланс получать удовольствие от процесса и видеть результат удовольствие будет если будет результат все таки да соответственно нет но строитель тренировочный процесс каким-то таким образом чтобы там где-то не знаю было интересно разнообразно разнообразие это само собой то есть плюс это все-таки разговоры то есть всю тренировку отчасти тренер является психологом психологом да то есть бывало такое что просто даже в плане девушек больше то есть звонили писали что можно сегодня вот типа не взяли заниматься там у меня проблемы какие-то давайте просто прогуляемся поговорим интересно ну видимо такая поддержка психологическая от тренера тоже важно хотела перейти вообще про режим поговорить ты помогаешь составить человеку режим что входит в этот режим это питание первоначально да то есть плюс все таки ну восстановительные процессы это сон отдых то есть и так вот также включает активный отдых то есть если этого всего не будет присутствовать у саму в том числе тренировки да то есть результата того не будет мне хочется сейчас какую-то конкретику услышать по питанию так что точно нужно убрать из своего рациона по идее можно кушать а сам в определенном количестве да то есть меня нет сахар тоже можно но тот момент у нас есть ли еще проблемы здоровья я поняла почему вас любят клиенты вы разрешаете есть большинство разрешают и сладкая вот мои знакомых по крайней мере да то есть но это определенное количество да обычно если кто садится сразу на жесткую диету они срываются недели две три месяц и все а как правильно как вот правильно постепенно отказаться от сладкого то есть когда его можно есть когда это не будет пагубно но в каких-то случаях даже на ночь можно даже на ночь покушать тортик потрясающе так и я и действительно клиенты какие-то результаты видят да конечно после рекомендации тренера сладкой на ночь можно слушать и вы конечно сейчас рушите все наши рекомендации которые дают обычную ну желательно конечно момент я бы что можно то есть мы все люди все таки есть такой период читмил когда можно есть все да то есть я завалясь в той степени что просто в течение два дня дополнить 20-30 процентов этой пищи то есть дополнение выпечка там сладости по чуть-чуть добавлять то есть позавтракали мы кто мешает скушать конфетку до победу ли точно также ну и вечером как бы если мы входим в общий колораж то есть немножко можно чего-то добавить понятное дело не скушать торт целиком за ночь да то есть если небольшой кусочек съесть ничего страшного не случится это самое главное компенсировать это наверное все таки движение движения до нагрузки пить его режим очень важно какую здесь рекомендацию даете именно вы то есть всем знаю что состоим все таки на 70 80 процентов из воды и водный баланс должен все таки присутствует ну должны сколько нужно пить и как нужно пить то есть вот вопрос куда к вам когда мы с утра встаем что мы первоначально должны сделать два стакана воды ну не два хотя бы стакана да то есть кому-то тяжело поначалу такие объемы воды пить и через 15-20 минут можно кушать уже спокойно да соответственно тоже самое можно сделать перед обедом ужином и перед ценом да и уже у нас набирается литр в принципе если мы еще по два стакана тут идеально тут уже до два то есть плюс в питьевой режим во время тренировки то есть тоже обильно хоть после каждого подхода если мы говорим пору тренажерный зал да то есть по глотку в два воды спокойно то есть здесь можно себя не ограничивать в плане воды нет я пью 5 литров воды в день с учетом моего веса что я вешаю 115 сколько 5 7 литров воды бывает иногда больше потрясающе это это много но я так полагаю в связи с высокими нагрузками все-таки да это происходит режим дня и правильный сон какие здесь рекомендации ну у нас должно быть все более-менее расписано да то есть все-таки встаем примерно определенное время каждый раз это завтрак дополнение обед ужин до перекусы определенные стараемся ложиться в одно и то же время не в два-три-четыре часа до ночи а все-таки там не позднее 12 позднее 12 но я насколько знаю все таки рекомендуют обычно специалисты где-то там 10-11 чтобы нужный гормональный баланс формировался на ночью происходит но не позднее 12 это все-таки желательно но 7-8 часов надо до 7-8 часов с надо все-таки если человек там до этого до того как он пришел в зал жил в общем-то как попало режима не было питался тоже где что как придется как здесь ему же это знаете начать с понедельника это же всегда крайне крайне сложно это очень планомерно надо делать по чуть-чуть постепенно что например ну про то же самое питание говорили да если он ел все подряд только колбасы там выпечку сладости то есть мы добавляем в рацион нормальные продукты до соответственно это мясо там яйца творог и крупы определенные да и оставляем также то что он пошел до этого но в определенном количестве килокалорий и потихоньку потихоньку потом соответственно все эти грубо говоря гадости убираем минимизируем то есть если мы сразу это уберем человека будет стресс то есть это ему будет очень непривычно и возможно будет срыв поняла я хотела еще затронуть немножечко тему женских тренировок потому что все таки они ну разумеется отличаются от мужских да это очевидно что добавить женщинам дополнительно обычно рекомендуют конечно растяжки йогу как строить тренировочный процесс в зале именно в с тренажерами у женщин что здесь рекомендуется по идее сильных отличий как бы тренировки мужских женских не до для девушек все-таки в большей степени это более высокоинтенсивные тренировки кардио количество повторений нет не кардио интенсивно это что чем они отличаются объяснить кардио все-таки это у нас ну грубо говоря нагрузка на сердце получается не грубо говоря этой как бы да получается работа на сердце то есть это просто может быть быстрая ходьба бег определенные то есть это кардио соответственно высокоинтенсивной тренировки тренажерном зале это когда работа например в супер сетах то есть много упражнений они идут друг за другом без отдыха то есть либо даже они же в любом случае подключают нагрузку на сердце нет это да но это другая нагрузка абсолютно у нас на сердце то есть если мы говорим про быструю ходьбу это монотонная нагрузка на сердце то есть одна нагрузка тут они разряда туда все-таки небольшой отдых присутствует соответственно сердце то у нас повышенное количество ударов то снижают постоянно циклируется а что это дает такие тренировки быстрее похудения про из нас нет у нас просто у девушек количество мышечных волокон первого типа это окислительно медленно окислительной преобладает соответственно раз им больше подходит такой тренинг То есть, а у мужчин наоборот, соответственно Ну, хотя нужно добавлять и то, и другое То есть, чтобы организм получал стресс Делать постоянно одно и то же, организм привыкает То есть, циклирование нагрузок должно быть Разнообразие нагрузки, да Друзья, я напоминаю, что у нас в студии Валерий Мухамединов Мастер спорта международного класса по жиму штанги лёжа Я благодарю вас, Валерий, за разговор Он получился достаточно интересным В чём-то даже провокационным И, я так понимаю, самая главная умеренность во всех этих вещах Умеренность, да, правильно, правильно говорите Вот, всем за хорошего самочувствия, здоровья Всего доброго, до свидания До свидания